На предыдущей лекции мы с вами говорили о том, зачем нужны письменные работы. Также размышляли, где следует брать вдохновение для письменной работы. На этой лекции мы рассмотрим стили изложения письменной работы. В человеческом общении используются разные средства для передачи информации. То же самое характерно и для стиля изложения письменной работы. Здесь мы поговорим о научном, научно-популярном и публицистическом стиле. Для начала дадим определение понятию стиль. Стиль – это исторически сложившаяся система речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения. Если говорить о научном стиле, то он имеет свои особенности. Прежде всего, для письменной научной речи характерен формально-логический способ изложения материала, целью которого является доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов действительности. Для научного текста характерны смысловая законченность, целостность и логичность. Поэтому в научном стиле чаще, чем в других, встречаются сложноподчиненные предложения, употребляются причастные и депричастные обороты, вводные слова, подчеркивающие причинно-следственную связь между явлениями. Например, в рамках этого стиля можно встретить такие слова, как «во-первых», «и так», «значит», «следовательно», «вероятно», «очевидно» и т.д. Научному стилю также присущ определенный порядок слов. Например, «вера» есть средство общения с Богом. Но в научном стиле не говорят «средством общения с Богом является вера». В рамках этого стиля преобладает грамматическая форма третьего лица. Реже используются неполные предложения. И отсутствуют восклицательные частицы и междометия. К примеру, выражение «ах, какие выводы» для научного стиля нехарактерно и не подходит. Научный стиль предполагает часто использование абстрактных, одлаговольных существительных. Сюда относят абстрагирование, вычленение, изучение, обобщение. Все это позволяет автору выражать свою мысль однозначно и избегать сомнительных трактовок. Научный стиль используется там, где нужны точные, полученные в результате научных наблюдений и экспериментам, сведения и факты. Описание и определение. Объективные доказательства и обобщение. Поэтому одним из главных требований, предъявляемых к научному стилю, является точность и объективность. Это обуславляет и использование специальной терминологии. Специальные термины дают возможность в краткой и лаконичной форме развернуть определения, характеристики научных фактов, понятий, процессов или явлений. При этом нужно внимательно относиться к правильному употреблению слов именно в том значении, которое вы подразумеваете. При использовании научного стиля важно придерживаться некоторых общих правил. В научных текстах не рекомендуется вести речь от первого лица, единственного числа. Суждение лучше высказывать в безличной форме или от второго лица. Например, автор исследования выяснил. Также при упоминании в тексте фамилии нужно обязательно ставить перед ней инициалы. Каждый новый раздел или пункт необходимо начинать с новой страницы. Важно не забывать, что при изложении разных взглядов научных положений, цитат, выписок из литературы, необходимо обязательно ссылаться на использованный источник. Научный стиль находит применение в некоторых литературных жанрах. Речь идет о авторефератах, монографиях, энциклопедиях, словарях, справочниках или учебной литературе. Научно-популярный стиль используется при написании большинства богословских работ на церковном и бакалаврском уровнях, таких как реферат, курсовая или дипломная работа. Для научно-популярного стиля присущи некоторые свойства научного стиля. Речь здесь идет о точности, логичности и объективности. Но у научно-популярного стиля есть свои особенности. Здесь достаточно просто излагают научные понятия и специальные термины, которые в одних случаях опускаются, а в других раскрываются описательно. Особенно важные термины объясняются по ходу рассуждения. Используя научно-популярный стиль, широко используют общенаучную лексику. При этом по возможности отказываются от специальных условных обозначений, символов, формул, таблиц, чертежей или сложных схем. Отдается предпочтение в научно-популярном стиле ярким образом и сравнением. Работы в этом стиле предпочтительны писать простыми предложениями, без сложных синтаксических конструкций. При написании письменных работ широко используется также публицистический стиль. Благодаря этой системе речевых средств пишутся газетные и журнальные статьи различных жанров, очерки, репортажи, интервью, филеетоны, а также эссе. В отличие от научного, этот стиль значительно чаще используется в устных жанрах – ораторских выступлениях, на митингах, в собраниях различных партий, выступлениях и беседах, в теле- и радиопередачах и т.п. Важным отличием публицистического стиля является необходимость не только информировать, описывать, объяснять, но и убеждать. То есть в публицистических текстах всегда присутствует элемент субъективной оценки. Поэтому публицистический стиль не принято использовать в курсовых, дипломных и кандидатских письменных работах. Итак, мы дали определение основным стилям изложения письменных работ. Мы показали различия между научным, научно-популярным и публицистическими стилями. На следующих лекциях мы поговорим о видах письменных работ, разберем общие сведения и рассмотрим отличительные особенности.